Привет! Привет, мои дорогие зрители, подписчики канала! Добро пожаловать! С вами Тольча Вида! Сегодня, дабы разбавить наши с вами магазины ролевые игры, я решила снять такую видеоболталку сразу по нескольким запросам, а именно... Итак, первый запрос это был в... Кстати, да, сразу оговорюсь, помните, я где-то в конце, по-моему, или в начале сентября, в начале сентября сняла видео для вас, вопрос-ответ, и спрашивала, было бы ли вам интересно полтологическое видео, на что получила. Спасибо вам! Много-много-много разных запросов. И вот я решила, что можно сделать так, разбавить ролевые игры, которые вы все любите, вот такими вот полтологическими видео. Не одно видео, в котором я отвечу сразу на многие вопросы, потому что их было много. Касались и детей, и отношений, и Италии, и моей профессиональной деятельности, и иностранных языков, и детской одежды, и, да, ну, детский магазин тоже будет, ну, чуть попозже, все сразу, просто нереально. Так вот, и я решила сегодня ответить на один из запросов, который был там. Потом, второй запрос был недавно, я думаю, от мужчины, потому что комментарий был такой, что про платье, да, последнее видео, комментарий был такой, что мужчине это не очень интересно. Но так как вот все равно человеку понравился мой голос и так далее, он попросил снять с видео шепот и тихий голос. И поэтому сегодня я миксую шепот и тихий голос. Думаю, будет это тоже интересно. Дальше, третий запрос, это очень близко снимать от камеры, так что, наверное, когда я буду вам рассказывать, я еще ближе придвинусь, дабы было лучше слышно. И, да, почему-то с микрофоном, когда я снимаю, 50% зрителей слышит в ухо, 50% в одно ухо, для меня это остается загадкой. Хотя качество, конечно, все равно намного выше звучания с микрофоном, но не буду делать этого, потому что 50% зрителей слышит в одном ухе, и, согласитесь, это не изхорошо. Может быть, когда-то что-то изменится, да, в этом настройках, я не знаю на самом деле, почему это так. Итак, сегодня, значит, будет вот такое видео, микс, шепот, тихий голос, вопрос, на который я вам отвечу, а именно, меня попросил подписчик мой один. Подписчица или подписчик, я по нему не очень могу сориентироваться, снять, значит, рассказать о какой-то интересный случай в поездке. Ну, как вы уже поняли, я была во многих странах мира, а именно, по-моему, более 30 стран посетила, вот, по работе, по учебе, хотела сказать, нет, по работе и по, ну, отдыху. Поэтому я вам сегодня расскажу интересную историю. Итак, и да, и буду шептать сейчас поближе, придвинусь к вам поближе. Так что располагаться бы удобнее, и эти 10 минут мы проведем вместе, кто-то заснет, там у спокойной ночи. Итак, запрос был такой, расскажите, пожалуйста, сейчас у меня с собой нету вопроса, но Оксана вы были, наверное, во многих странах, и какой-то забавный случай. Значит, я вам хотел бы рассказать, на самом деле, забавный, с одной стороны, это забавный случай, а с другой стороны, это такой случай немного шокирующий. Сейчас поясню, почему. Итак, до определенного возраста, где-то до 30 лет, я была такой, знаете, экстремалкой. Я не боялась высоты, я не боялась глубины, вообще была такая бесстрашная девушка. То есть, аттракционы в Мадриде 65 метров высоты, спускается такая вот, как бы лифт такой за 2 секунды вниз, опускается, и внизу уже вот такая, как мягкая посадка происходит. Я пошла не раздумывая, ну, это мне вообще было где-то 23 года. На Кипре, помню, такая сфера, шар для одного человека садишься, тебя пристегивают, и на эти же 70 метров только высоко тебя подбрасывают, и там ты крутишься, видеокамера это все снимает. Для меня это тоже абсолютно была не проблема. И вот всякие такие, знаете, щекочущие нервы ситуации, где выделяется адреналин, вот как-то для меня это было очень, мне это нравилось. И вот, и поэтому сегодня я вам расскажу такую историю, которая произошла со мной на Кубе лет 7 назад, не менее, может, даже 8. Значит, это была поездка по работе, так как я когда-то была переводчиком итальянского, у испанского языка. Да, к слову сказать, я оканчивала Минский государственный лингвистический университет на факультете испанского языка. Соответственно, мой первый иностранный язык был испанский, и я его учила еще в школе, и поступила я на этот факультет. И, значит, вот, работала я переводчиком для одной московской компании, и мы поехали по работе. В Гавану. А после работы образовалась такая наша компания из нескольких переводчиков, из друзей нашего, скажем так, руководителя американцев. И мы решили поехать, вернее, решили поехать в такое местечко на Кубе, где нырялка, дайвинг считается одной из лучших. Это маленькое-маленькое местечко, называется Мария Лагорда, и буквально для 50 дайверов там домики. И, в общем, там происходит шикарная нырялка, очень красивые места в Карибском бассейне, да. И, значит, я как человек, который никогда не нырял, вы знаете, что на Кубе за деньги есть такие страны, да, где за деньги можно договориться практически обо всем. Так вот, сертификат дайвера никому не нужен был там, но, к слову сказать, вся наша компания, мужская часть компании имела все сертификаты, они имели все сертификаты профессионалов по погружению, да. То есть там какие-то уровни есть, может быть, кто-то из зрителей знает, напишите, и они не владеют информацией. То есть каждому сдаешь экзам и получаешь уровень. И вот, значит, наша мужская аудитория, скажем так, это были люди, которые ныряли на глубину, ну, больше там 30-40 метров. Что делаем мы? Мне очень хочется понырять, и будучи такой бесстрашной экстремалкой, значит, мы платим 100 долларов. Как сейчас помню, инструктор был сам кубинец, но его жена была русская, и он отлично говорил на русском. И он все пытался говорить со мной на русском, хороший такой, достаточно у него высокий уровень языка был. А я все хотела поговорить на испанском, потому что мне хотелось все-таки на кубе общаться по испанскому, на испанском языке, да. Значит, заплатив 100 долларов, была проведена инструкция буквально там, ну, сколько вам сказать, ну, может быть, 2 часа максимум, а то и меньше, 1,5 часа, на глубине 3 метра, все. Для меня все понятно, мне ничего не страшно, и все, мы едем нырять со всей командой на глубину, ну, около 20 метров, 15-20. А вы знаете, это не маленькая глубина, если подумать, да, то это, наверное, где-то, ну, мне кажется, 10-этажный дом, плюс-минус, да. Значит, что я знала? Я знала только, как, скажем так, опуститься под воду, что там надо, ну, какой, ну, в общем, знала минимум. Все, дыши через рот, и все. Значит, команда наша была человек 8. Инструктор, естественно, тоже спускается с нами под воду, это априори, вот, ну, слава богу, хоть и это было априори. В нашей команде, как я уже сказала, были американцы. И вот один американец весом, ну, скажем так, в раза 3 больше моего, да, где-то под 150 килограмм, плюс-минус, вот почему-то был около, под водой, когда мы спустились, он находился рядом. А у меня запотела маска. А вы знаете, что на курсах дайвинга людей учат маску снять под водой, правильно, значит, продолжать дышать через рот кислородом, да, и, сняв маску, таким образом вы можете ее промыть и правильно одев, как-то выдув носом эту воду. Естественно, мне никто эту не обучал за те полтора часа, но не до этого было. Но у меня же запотела маска, и американец оказался рядом. И я показываю ему, что у меня запотела маска. И что делает он? Он снимает свою маску, промывает, одевает ее, то есть показывает мне, сделает то же самое. И вы представляете, я делаю то же самое, я снимаю маску, одеваю ее назад. При этом, конечно, я дышу через рот. Ну, а дальше так, я же одела маску, и вся вода у меня все равно перед глазами. И что, выдохнуть как-то там правильно носом? Я же этого не знаю. И вот представьте, что у человека на глубине, под водой возникает первая реакция. Что? Паника. Вот представьте тот выброс адреналина, который я получила, имея перед глазами пелену воды, дышать через рот. Что у меня произошло? Значит, мой мозг дал команду не дышать, то есть я перестаю дышать. И начинаю подниматься быстро-быстро-быстро с этой 15-метровой глубины наверх, задержав дыхание. То есть, понятно, наверное, может быть, около минуты это было, но в любом случае, на тот момент, я не знаю, я не могу сейчас описать эти эмоции. В общем, выныриваю. И представьте, рядом со мной выныривает инструктор. То есть, он эту всю картину видел. Спасибо, что все-таки здесь он не только за деньги, да, как говорится, за 100 долларов опустился с нами, но все-таки выполнял свою работу, свою вязанность правильно. И, значит, я выныриваю, я начинаю плакать, он меня начинает успокаивать. Мы поднимаемся на катер, на яхту, мне варят El Café Cubano, кубинский кофе, и я успокаиваюсь. И все, дальше выныривают все остальные, вся команда, все, в общем, ну, как-то так говорили. Ну, вроде ничего страшного не произошло, больше так не делай под водой, и все. Ну, хорошо, проходит день, на следующий день мы опять едем погружаться, естественно, я опять еду. Ничего, что я испугалась, я же отважная девушка. Мы снова погружаемся, и снова этот американец оказывается недалеко. И вы знаете, и снова у меня небольшая проблема, а именно, по-моему, опять у меня, я плохо вижу через маску, я показываю вот такой жест, вот такой жест, это so-so, да, то есть не очень хорошо видно, по-моему, так. Так, дайверы обмениваются фразами, да, есть определенная, скажем, азбука Морса, так назовем ее в кавычках у дайверов, там, окей, вот это вот so-so, знак такой вот, и я ему показываю, и показываю, что я go, что я ухожу, иду наверх. Что делает американец, 150 килограмм, вот так вот за руку меня, за руку удерживает, и тут опять накатывается паника, но я, мой мозг дает мне команду, я сама себе говорю, дыши, все нормально, не знаю, откуда у меня были силы в моих 50 килограмм, оттолкнуть его руку, которая меня держала, то есть, так скажем, брыкнуться под водой и плавно, вот еще замечу, плавно подняться наверх, то есть, я не спешила, я дышала, я сказала себе, поднимайся спокойно, все нормально, не спеши, я поднялась наверх, и вот тут-то уже, естественно, был рядом опять мой инструктор, и тут уже у меня слезы градом, потому что из-за вот этого вот человека, который вот второй раз, да, второй раз он помешал, я опять очутилась в такой вот ловушке под водой, но в этот раз уже без паники, мы опять пьем купинский кофе, теплый, горячий, хотя смешно, да, адреналин выбросился, и ты опять пьешь кофе, такая нестыковка, но как-то я об этом не думала, и вы знаете, инструктор уговаривает меня плыть с ним, я вначале сопротивлялась, говорила, что нет, ну, кейро, не хочу, мне не хочется абсолютно, но вот представляете, они же все-таки психологи эти, да, эти инструктора, инструкторы, да, и, значит, он мне за руку берет меня, и мы плывем, я держу вот этот вот, ну, не знаю, как правильно сказать, респиратор, это, да, трубку, это, в общем, во рту дышу, но никакого наслаждения, никакого наслаждения больше от подводного мира я не получаю, вот проходят годы, и вот мы снова на море, на океане, на индийском с моим мужем, и вот мой муж получил, у него был сертификат, вот он идет нырять, а я сижу на бережку и жду и больше, я вам скажу, дорогие мои зрители, я никогда, никогда не пойду под воду, для меня все, тема была закрыта, раз и навсегда, для меня поспуститься под воду, это равносильно, вот просто, не знаю, замкнутому пространству, хотя я никогда не страдала клаустрофобией, но вот те две, те два эпизода, которые вот так вот отразились на моей психике, все, я сижу на бережку на Мальдивах, мой супруг ныряет и рассказывает потом о всей прелести, я, дальше он там получал еще один, как это сказать, уровень следующий, он английским языком не владел, в такой, скажем, форме, чтобы, ну в общем, я перевожу все, что говорит инструктор, он проходит экзамен, и снова погружается на более глубокую, на более, значит, под воду, под воду более глубоко, ну, я сижу и жду его, и ничего не вижу красоты той, да, я занимаюсь снорклингом, я вижу рыбок вокруг, но на глубине, где они погружаются, куда они, и видят эти китовых акул и так далее, я всего этого не вижу, вот и все, вот такая история, она, может быть, она немножечко такая жутковатая, что ли, по ощущениям, я не знаю, напишите в комментариях, случалось ли у вас что-то такое, вот именно не то, что интересное, а где-то немножко, назовем это так, шокирующее в какой-либо поездке, вот мне почему-то на ум пришла именно эта история, я решила поделиться ей с вами в этом видео, выполнив, как я уже сказала, три запроса, миксовала шепот и тихий голос, ответила на один из вопросов о поездке за границу и шептала близко, надеюсь, вам было отлично слышно, пишите в комментариях, понравилась ли вам такая болталка, и напишите какую-то, может быть, кратко свою историю, а еще было бы интересно почитать, было бы интересно узнать, мои зрители спустились на 20 метров глубины, не имея сертификата, не пройдя, по-моему, 10 или хотя бы 7 уроков дайвинга, или это только я такая отважная, 25-летняя девушка, которая на самом деле не боялась ничего, я сейчас просто вспоминаю всякие такие вот моменты в жизни, когда на самом деле нужно было подумать, прежде чем что-то делать, однако, наверное, молодость это такое время, когда мы рискуем, а кто не рискует, тот не пьет шапанского, всех целую, чао, от Бресту спасибо вам, пока-пока, ваша Дольче Пита.